День памяти жертв политических репрессий Голодомора Молодая семья Драхмановых усыновила уже второго ребенка. Радостное событие произошло за месяц до праздника День защиты детей. Подробности в репортаже Амина Смакова. Карагандинские чиновники предлагают приостановить программу «Занятость-2020». Сегодня в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий Голодомора. В Спасском мемориальном комплексе состоялся митинг, посвященный памяти репрессированных. В нем приняли участие представители ряда дипломатических миссий, этнокультурных и религиозных объединений, руководители областных структур и общественность. Территория Спаска – одно из мест массового захоронения узников Карлага. Сюда приехали те, кто чтит память репрессированных, и те, кто не понаслышке знает, что такое трудовой исправительный лагерь. Дина Шулькевич попала в Карлаг пятилетним ребенком. Долго мы ехали с блокады. Нас два раза разбомбили. Я была ранена вот сюда и сюда. И нас привезли, когда в Караганду. Очень долго везли. Знаешь, зимой сели мы, а летом только сюда приехали. Везли в телячьих вагонах. Дочка, никогда не забуду. Полки и все. В вагонах, кто умирал, выносили людей. А нам, детям говорили, это они заболели чем-то. После церемонии возложения цветов казахстанскому памятному знаку, жертв политических репрессий и минуты молчания, к участникам митинга реквиема обратился Акимобласти. И сегодня, возлагая цветы у памятного знака, установленного Казахстаном, жертвам нашей общей трагедии, мы отдаем дань уважения всем жертвам политических репрессий, независимо от нации и вероспроведания. Память о прошлом нужна нам не только для того, чтобы исполнить долг перед жертвами политических репрессий. Она необходима нам и для того, чтобы не допустить повторения пережитого нашими предками. Только в Карлаге за все время его существования находилось более одного миллиона человек. Зельвана Хилигер – гостья из Берлина. Родные женщины когда-то боролись с фашизмом и тоже стали жертвами репрессий. Сегодня Зельвана специально приехала в Караганду почтить память безвинно погибших. Я очень рада, что это памятный день в Казахстане и что здесь много людей, которые помнят эту историю. Среди участников митинга и послы некоторых государств ближнего и дальнего зарубежья. Рокос Бернотос – посол Литвы в Казахстане. В годы гонений по статистике пострадал каждый десятый литовец. Депортации они затронули каждую семью. Вот у меня самого дядя, брат моей матери, он был сослан в Сибирь, где-то сидел около Якутска. Он рассказывал без злости, без особой горечи, что там зимой продавали молоко кусками, потому что холодно. Это затронуло почти все семьи. Нужно отметить, что территория Спасского мемориала войдет в реестр исторического наследия. Здесь планируют провести работы по благоустройству, озеленению и улучшению архитектурного облика территории. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Митинг прошел и в Караганде. Возле памятника жертвам политических репрессий собрались администрация и жители города. Почти 70 лет, пока стояло советское государство, его тоталитарный режим держал в узде правду и свободомыслие. Об этом нельзя забывать новым поколениям казахстанцев. У памятника жертвам политических репрессий вместе собрались и ветераны, и молодежь. В Караганде вряд ли найдется семья, где бы не было родных, подвергшихся репрессиям в 30-е годы. Слова, которые произносятся в этот день перед памятью погибших, звучат как клятва. Мы, граждане свободного государства, должны знать и чтить историю своей страны, должны всегда помнить этот важнейший исторический урок. Именно это является главной гарантией того, что исчезнет в веках память о тех трагических годах репрессий, и повторений им уже не будет никогда. В истории сохраняются не только радостные и торжественные моменты развития государств. Хранятся факты и черных инквизиторских дней. Их невозможно забыть или стереть с лица земли, но их надо осмыслить. Это дело будущих поколений. На митинге представители различных религиозных концессий вознесли поминальные молитвы. Это естественно, ведь мусульмане, христиане, католики также прошли через лагерный ад, созданный диктаторским правлением вождя всех народов. Сегодняшний Казахстан доказывает своим примером, что мир и согласие – вот главные движущие силы демократизации общества. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Почтила память репрессированных и молодежь. Управление по вопросам молодежной политики области и молодежное крыло Жасотан провели митинг. В нем приняли участие школьники, студенты и ветераны. Сегодня новая история осмысливается по-другому. Многие ранее засекреченные материалы оказываются общедоступными. За благородными лозунгами и призывами в стране Советов скрывался самый настоящий геноцид против собственных народов. И, по мнению современных историков, диктаторский режим, который изначально назывался диктатурой пролетариата, как начался в революцию 1917 года, так и не прекращался практически до развала Советского Союза. Сегодня молодежь не просто не помнит события 30-х годов, а просто не в состоянии их понять до конца. Это не вина казахского народа, что Караганда, Казахстан стал центром лагера политических репрессий. Политическая репрессия началась не только в 30-х годах, это было с 1917 года. Я бы, как историк, распределила бы их на несколько этапов. 1917-1920 год, и она начинается именно с правления Владимира Ильича Ленина, потому что первая политическая репрессия была направлена против казахской интеллигенции. В Караганинской области было репрессировано 18% казахов, 35% русских, 32% немцев. Не было ни одной народности, не понесшей жертв от диктаторского режима. А это были лучшие представители народов. Главная цель – это разъяснить молодому населению об этих страшных годах, а также способствовать формированию патриотического отношения к своей родине, и чтобы молодежь ценила сегодняшний мир, и в будущем такое больше не повторялось. В лагерных зонах на территории Карагандинской области содержалось около 70 тысяч осужденных. Их памяти отдают должное сегодняшние строители независимого Казахстана. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Чужие дети могут стать родными. Семья Абдрахмановых живой тому пример. Недавно супруги сыновели уже второго ребенка. Шестимесячный Орлан за месяц до дня защиты детей обрел маму и папу. Семью с пополнением поздравил наш корреспондент Амина Смакова. «Солнечный круг, небо вокруг». Уже прошел месяц, как маленький Орлан стал членом своей новой семьи. К дом он быстро привык. На ходунках ребенок исследовал его вдоль и поберег. «Три, четыре». «Солнечный круг, небо вокруг». На сгуле Ержан Абдрахмановы 11 лет пытались завести ребенка. На счету супружеской пары десятки медицинских обследований и лечений. Однако стать родительными им так и не удалось. «Мы с мужем уже женаты 11 лет. И по медицинским показаниям я не смогла забеременеть. То есть долго у меня было лечение, я проходила. Потом мы собрали деньги, мы ездили на искусственное оплодотворение в Алма-Ату. Два раза попытались, но ничего не получилось. И с этого момента мы решили уже как бы об этом думать, усыновлять. Конечно, это не сразу к нам пришло, потому что очень много было сомнений». После долгих размышлений супруги решили усыновить ребенка в детском доме Батагос. Так в семье появился первый ребенок Арсен. По словам Назгуль, она посмотрела на малыша и сразу поняла, что это ее ребенок и ничей больше. «Первого ребенка Арсена мы усыновили в 2011 году. В апреле месяце мы пришли, первый раз его увидели, и с этого момента мы его стали посещать. И он стал к нам привыкать, мы к нему стали привыкать и приняли уже окончательное решение усыновить его». Шестимесячным Орланом получилась несколько иная история. Братика пожелал Арсен. Именно благодаря ему в доме появился еще один ребенок. «Второго ребенка мы вообще не планировали сразу усыновлять. Это была инициатива нашего Арсена. Почему? Потому что у нас очень много пельмянников, с кем он дружит, общается. И у всех практически есть братья, родные, сестры. И он говорит, мама, почему у Мадиара есть сестренка Айка, у Амира есть сестренка Исмина, у меня никого нет. И мы стали уже потихоньку об этом задумываться». Семья Абдрахмановых на этом останавливаться не собирается. Супруги планируют усыновить еще одного ребенка. Девочку или мальчика пока еще не решили. «Мы вообще планируем, мы не останавливаемся на двоих. Нам как сестренка нужна». Счастливая мама советует другим парам не бояться усыновлять ребенка. Подарить семью сироте не так сложно, а вот счастье от материнства или отцовства – это на всю жизнь. «Я хочу пожелать женщинам, которые желают или на пороге своих желаний усыновить или дочерей ребенка, хочу пожелать, чтобы вы не беспокоились и не боялись. Почему? Потому что первый шаг он всегда сомнительный, всегда страшный, всегда боязный. Но я думаю, что рядом с вами, если есть близкий человек, супруг, если есть родители, родственники, я думаю, что они поддержат в этой ситуации». Возможно, после сегодняшнего репортажа многие дети смогут обрети семью, ведь, как всем известно, чужие дети могут стать своими. Амина Смакова, Тулегин Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Благотворительный фонд «Лучик надежды» в преддверии Дня защиты детей организовал концерт для детей с ограниченными возможностями. Альянсбанк и Банк-центр кредит сделали центру нужный подарок – Титан. Дети получили от спонсоров развивающие игрушки. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Настоящий творческий праздник для детей-инвалидов устроили юные артисты. Сказочные персонажи организовали для детей занимательные игры и конкурсы. Событие, приуроченное ко Дню защиты детей, стало традиционным. Неизменным спонсором мероприятия уже несколько лет является Банк-центр кредит. У нас это вложено в традициях. Каждое 1 июня мы привозим сладости, печенье, конфеты. Обязательно покупаем детские игрушки. В этом году мы дополнительно попросили, что нужно для «Лучик надежды». Они попросили развивающие игры для детей. Мы приобрели вот эти игры и привезли до них. То есть очень праздник нужный и вот эта акция, она очень нужна. И для нас самих, чтобы понимать, что такое наши дети, что нужно о них заботиться. Детей с ограниченными возможностями поздравили и сотрудники Альянсбанка. Подарки, сладости. Сегодня банкиры зажгли лучезарные улыбки на лицах этих маленьких карагандинцев. Я хочу, чтобы в глазах каждого из ребенков всегда светилось счастье. В завершении торжественного мероприятия для малышей был организован сладкий стол и зажигательная дискотека. Мирамбуль Салкинбаева, Толеген Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Карагандинские чиновники предлагают приостановить программу «Занятость-2020». По мнению некоторых представителей власти, госпрограмма, реализуемая с 2011 года, неэффективна. Этот вопрос обсуждали накануне на заседании бюро полицовета областного филиала партии «Нуратан». Программу надо или остановить, или ее переформатировать. Так не пойдет, программа не идет, давайте я обману друг друга. Заместитель Акима Карагандинской области Кайрат Айтуганов в своем мнении категоричен. С каждым годом процент урбанизации растет, сельские жители бегут из поселков. Кормить горы через несколько лет будет попросту некому, говорит заместитель областного главы. Он предлагает строить жилье на селе, переезжать и работать там. Проблемы занятости нужно решать именно в сельской местности, иначе программа неэффективна. Я вообще бы предлагал такую программу остановить. Это вот моя позиция. Разобраться то, что сделано, ее как и потом уже с 2014 года делать подробно. Трансовую программу мне не останавливать надо. То, что мы деньги тратим, народные деньги, научить непонятно кого, строить там, где не надо. В прошлом году по программе занятости 2020 было освоено более 3,5 миллиардов тенге. Работу получили почти 5 тысяч человек. Об этом отчитался руководитель управления занятостей и социальных программ Оргыны Скагбеков. Он же рассказал о имеющихся проблемах. К примеру, не все работодатели соблюдают закон Республики Казахстана занятости. Для примера, количество вакансий, заявленных работодателями за последние 6 лет, уменьшилось в 2,5 раза. Сегодня в службе занятости на одном вакансии претендует 3 безработных. С целью разрешения проблем по обучению участников Министерства труда предлагается внесение изменений в нормативно-боровые акты, где планируется проводить обучение участников программы только под потребность работодателя. На заседании бюро полицовета подняли вопросы образования. Таковым являются малокомплектные школы. Их в регионе 334. Об этом рассказал руководитель управления образования Исингазы и Монгалиев. Вопрос будут решать. Для этого в области за счет местного бюджета создадут так называемые магнитные школы. Туда будут съезжаться учащиеся неудокомплектованных образовательных учреждений. Мы проголосовали. Мы голосовали за выделение специально для сферы образования отдельной статьей выделения средств для реализации вот этих именно предложений. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области посетил Жанаркинский район. Здесь он ознакомился не только с объектами производственного назначения, но и социальными вопросами. Баужан Абдишев побывал в детском садике Акерке, построенном на спонсорские средства компании Кастрансойл. И в торжественной обстановке вручил ключи от автомобиля Нива. Теперь у садика для хозяйственных нужд есть собственная машина. Аким области Баужан Абдишев ознакомился с ходом реконструкции площади независимости, памяти Касакену Шейфулину и сооружения стела независимости в районном центре. Во время поездки состоялось несколько встреч Акима области с жителями ряда населенных пунктов района, на которых он рассказал о работе, проводимой местными органами власти по реализации задач, поставленных президентом страны по улучшению жизни населения. Обсуждались имеющиеся проблемы. Глава региона провел совещание актива с участием руководителей ряда областных управлений, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития Жана-Аркинского района за 4 месяца. Аким области отметил, что по поручению президента страны разработаны и реализуются целый ряд государственных и отраслевых программ, направленных на социально-экономическое развитие региона. Работа проводится и в Жана-Аркинском районе. Экономика успешно развивается. В то же время необходимо усилить работу по выполнению плана по выпуску промышленной продукции. Поиск проектов для поддержки программы «Дорожная карта бизнес-2020», более продуктивное использование мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Не обошлись стороной и вопросы дорог. «Самое главное – сроки. Я поручал Шаймину по ямочным ремонтам. Далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, поворот на Тжазгар. Сегодня мы ездили в Байдалаби. Яма на яме. Много, я думаю, там работ не надо. Дэл, который здесь есть, ни черта не не работает. Обращаю на качество выполнения работы. Вот, Жанна Аркадове тысячи, я не знаю, кто делает, но качество отвратительное». Дороги подчинены разным ведомствам, но ремонтом занимаются наши подрядчики. С них и надо спрашивать. «Имейте в виду, я очень буду следить за этим. И если не будет идти, даю начальник исправляться, чертовой матери поменяйте всех. Нужны люди, которые должны работать, показывать результаты». Глава региона предложил участникам актива рассмотреть вопрос об обеспечении отдельных населенных пунктов и хозяйств электроэнергии за счет альтернативных источников вместо линий электропередач. Каждый житель района должен внести свою лепту в общее дело и быть активным участником преобразования происходящих в регионе. «Только проводя системную работу, мы сможем достичь реальных результатов», такими словами завершил работу актива Аким области. В ходе рабочей поездки по Жанаркинскому району Аким области Баужан-Абдишев посетил ряд сельскохозяйственных предприятий. Аким области Баужан-Абдишев побывал в крестьянском хозяйстве «Кайрат-2», где в рамках проекта, включенного в карту индустриализации, планируется запустить откормочную площадку на 3000 голов. В программу поездки также входило посещение племенных хозяйств «Эскине» и «Жанболат», занимающихся выращиванием племенного крупного рогатого скота, пород «Казахская белоголовая», «Эулиекл», «Геррифорд» и посевом зерновых культур. Что касается хозяйства «Эскине», то здесь в текущем году планируется построить откормочную площадку на 2000 голов крупного рогатого скота. Этот проект стоимостью в 630 миллионов тенге, созданием 50 рабочих мест, тоже включен в карту индустриализации. Уже в следующем году пачка сигарет в среднем будет стоить 300 тенге. Так говорят в Национальном центре проблем формирования здорового образа жизни. Деньги небольшие, но для заядлых курильщиков такая сумма будет бить по карману. Станут ли меньше курить карагандинцы, узнавал наш корреспондент. Повышение цен на табачные изделия будет проводиться для того, чтобы свести к минимуму общение населения и сигарет. Статистика показала, что распространенность табакокурения среди взрослых составляет 26,5%, а среди детей и подростков более 6%. Запреты на рекламу продажи сигарет несовершеннолетним, судя по цифрам, малодейственны. Заядлые курильщики свои привычки не изменяют. Станут ли горожане курить меньше, если стоимость сигарет повысится? С таким вопросом вышли в народ журналисты Первого Карагандинского. Я думаю, что, конечно, это правильно, потому что многие, наверное, бросят курить. Кто хочет, тот будет курить, независимо, как увеличит цену на сигареты или нет. Ну, это чисто мое мнение. Мне все равно, пускай хоть на стол, у меня ни муж, ни зять, ни дети, никто не курит. А вот для других, для общества? А для общества пускай меньше курят. Если сигареты будут становиться дороже, люди не будут покупать. Ну, многие уже привыкли. Тяжело отвыкнуть. Чтобы люди как-то начали задумываться о своем здоровье. Во-первых, это и финансовые, считай, проблемы. Ну, будут. Ну, и может, просто меньше людей будет курить. В принципе, это хорошо. По мнению специалистов, повышение цен на табачные изделия будет только на пользу населению. Сам тот факт, что Казахстан подписал рамочную конвенцию по борьбе с табакурением, по ограничению табака, уже заставляет нас выполнять обязательства, которые были в этой рамочной конвенции. Здесь имеется в виду и ограничение рекламы, да, и ограничение стимулирования. То есть все, что поощряет людей курить, надо вот эти все моменты снижать нам. А также отказаться от спонсорства таких рекламных крупных компаний, которые проводят какие-то акции под своим брендом. Даже, якобы, против табакурения. Тем самым, отказываясь от этого, мы выполняем обязательства мировые, скажем так, и проводим свою информационную кампанию, свою антирекламу, скажем так, табачными изделиями. Амина Смакова, Марат Култьянов, Первый Карагандинский. О новостях спорта расскажет Берри Копаров. Сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Действующий чемпион Казахстана Карагандинский «Шахтер» обыграл на своем поле аутсайдера премьер-лиги Талдыкурганский ЖТСУ. С самого начала матча и до финального свистка хозяева поля практически не отдавали инициативу и создавали моменты для взятия ворот соперника. Но забить в этом матче было суждено лишь раз. На 30-й минуте в штрафной площади гостей мяч нашел руку кого-то из игроков ЖТСУ и судья указал на точку. К мячу подошел Рохер Канес и хладнокровно пробил в левый нижний. Сейчас, в принципе, чемпионат очень серьезный. Все команды настраиваются. Поэтому Талдыкурган играл. От обороны поэтому тяжело было скрыть. Ну, получилось забить один гол. В принципе, игра ровная. В принципе, все соперники одинаковые. Кто как настроился на игру, тот и побежал. На послематчевой пресс-конференции главный тренер горняков Виктор Кумуков поделился мыслями по поводу матча. Ну, видно, что подустали. Конечно, психологическое такое напряжение было тоже заметно. Предыдущую домашнюю игру проиграли, Актюбинскую. И сейчас уже, как бы, лимит вот этих поражений был исчерпан. Напомним, после этого тура чемпионат Казахстана уйдет в краткосрочный отпуск в связи с играми национальной сборной. Тем временем, шахтер с игроками, не вызванными в своей сборной, отправится на учебно-тренировочный сбор в Алматы с 3 по 12 июня. Также в начале июля руководство клуба встретится с руководством области, где будут рассмотрены вопросы по поводу селекции в преддверии матчей Лиги Чемпионов. На этом у меня все. Итоги недели подведет мой коллега Анвар Шаликенов. Смотрите завтра в 20.30 аналитическую программу Орталык. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Сау Боумиздар. Субтитры подогнал «Симон»